На рубеже веков женский теннис переживал золотые времена, благодаря высокой конкуренции, интересным и красивым героиням. В середине нулевых все активно искали новую хингис или новую курнику. Одной из претенденток была Татьяна Головин. В этом видео вы узнаете, как теннисистка из России добилась успеха на корте и за его пределами, как она познакомилась с Марией Шараповой и почему они не стали лучшими подругами. Если до сих пор не подписаны на канал, самое время это сделать. Так вы точно не пропустите новые выпуски. Нравится то, что я делаю и хотите поддержать канал? Переходите по ссылкам в описании. А мы начинаем. Головина родилась в Москве еще при Советском Союзе, но прожила там недолго. Когда ей было 8 месяцев, семья переехала во Францию. Ее отец Григорий работал хоккейным тренером и получил приглашение в Лион. Татьяна рассказывала, что теннис был в ее жизни всегда. У нее есть фотография, на которой ей 8 месяцев, а в руках уже была миниатюрная ракетка. Во Франции отец начал закупаться кассетами с видео для тренировок, а уже в 7 лет она подавала со скоростью в районе 130 км в час. На профессиональных турнирах Головин дебютировала в 2002 году, а спустя год в 15 лет впервые сыграла на турнире WTA. Еще спустя год она дебютировала на Уимблдоне. Лучших одиночных результатов Татьяна добилась, когда ей было 18-19 лет. Вышла в четвертьфинал US Open 2006, выиграла два турнира и пробилась в топ-15 теннисисток. В 1-4 на US Open Головин играла с Марией Шараповой. И это была встреча не просто молодых и красивых блондинок, но и старых подруг. С Шараповой Головин познакомилась в Академии Болитиери. В 2020 году Головин вспоминала. «Мы познакомились, когда мне было 7 лет, а ей 8. Проводили вместе много времени, потому что кроме нас в Академии не было таких маленьких. И особенно, потому что ее мама не могла переехать в США, а отец работал. Так что моя мама до 11 лет заботилась о нас обеих». Шарапова в автобиографии вспоминала тот период иначе. «Мы с Татьяной были соперницами в Академии, и Татьяна в нашей группе была самой популярной, все ее любили. У нее всегда была правильная прическа, идеальные косы, милые наряды с идеально заправленными футболками. Иногда мы что-то делали вместе в Академии, иногда ходили ужинать в ресторан вместе с тренером. Это было весело, но я никогда не возвращалась с мысли «О, теперь мы подружки». Я никогда не забывала, что придет момент, когда мы встретимся на корте и на кону будет стоять все». Головин рассказывала, что отец приучил Шарапову не демонстрировать эмоции и быть максимально профессиональной. А еще он не давал ей ни с кем дружить. «Когда мы начинали играть юниорские турниры, ее отец сделал все, чтобы дружбы между нами не было, потому что и в каждой из нас появились свои цели. Мы никогда не играли в паре, очень редко тренировались вместе. Когда Ник заставлял играть друг против друга, она была обязана победить. Для меня это тоже было источником мотивации». В 2004 году Головины Шарапова впервые встретились на турнире WTA, в финале травяного турнира в Бирмингеме. «Француженка проиграла в трех сетах и потом рассказала, когда я была маленькая, я ей постоянно проигрывала 0-6 или 1-6, но сейчас я чувствую, что ее нагоняю». До конца карьеры Головин так и не обыграла Шарапову. С Шараповой Головин роднила не только детство в Академии Болетьей, но и статус одного из главных секс-символов женского тенниса нулевых. Уже по ходу карьеры Головин постоянно участвовала в околоспортивных проектах. Например, в 2005 снялась для Sport Illustrated под водой, а 4 года спустя вышли съемки в бикини для спецвыпуска Sport Illustrated вместе с Марией Кириленко и Даниэлой Гантуховой. Координатор тех съемок Дарси Браун потом рассказывала, что Головин была лучшей моделью. А еще Головин вошла в коллективную теннисную память на Уимблдоне 2007, когда все обсуждали ее красные трусы. Уже после завершения карьеры Головин, вспоминая этот эпизод, сказала «Я в том году так плохо играла, и это было последним, чем я хотела бы привлекать к себе внимание». С тех пор цветное нижнее белье на Уимблдоне успели запретить, а потом снова разрешили. И многие статьи на эту тему иллюстрировались как раз в фотографии Головин. Пляжный выпуск Sport Illustrated с фотографиями Головин вышел в 2009 году, и на тот момент она уже завершила теннисную карьеру. Татьяна ушла из спорта в 20 лет из-за хронической травмы спины. После этого она какое-то время искала себя, в конце концов решила остаться в теннисе комментатором и телеэкспертом, а потом попыталась вернуться на корт. В 2019 году она даже провела два матча, взяла в них в сумме 5 геймов и ушла окончательно. И пусть Головин не добилась головокружительных успехов, она оставила яркий след в истории женского тенниса. Если видео было для вас интересно, поставьте лайк и напишите в комментариях, что вы думаете про карьеру Татьяны Головин.